Продолжение следует... 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 Здесь нужно заметить, что среди всех туров тут самые удобные статковки и наименьшее время пути. Теперь рассмотрим туры, которые выведены только с Астаны, так как у авиакомпании «Тихат» нет листов из Алматы. Здесь мы обращаем внимание на то, что туристам необходимо переночевать в Абу-Баби. С этим авиакомпания «Тихат» может предоставить бесплатное размещение в аэроотеле при наличии мест из-за длинной стыковки. Для этого необходимо в мониторе и подвижении заявки написать, что авиакомпания не менее чем занят до вылета. И в большинстве случаев «Тихат» предоставляет размещение как на вылетном рейсе, так и на обратном пути. Следующий тур для туристов, которые желают использовать в данной стыковке и скомбинировать отдых с Эмиратами. Это Мальдивы плюс ОЭ из Астаны. Тут мы летим в нашей авиакомпании «Тихат», но в начале тура первые три дня бронируем проживание в Эмиратах. Стоит обратить внимание, что если тур на 7 ночи, то фактическое проживание в отеле в Эмиратах будет 3 ночи, на мальдивах 4 ночи. Выбрать отель в Эмиратах можно по ссылке, которая находится в описании тура, или прийти в поиски тура в раздел «Колькотель» и выбрать проживание вместе с трансфером. В этом туре стоимость включена именно авиаприлет до Мале, проживание на Мале и трансфер с аэропорта Мале до отеля и обратно. А дополнительно необходимо будет выплачивать проживание в Эмиратах и трансферы в Эмиратах. Получается, когда будете сажать заявку, можете указать эту дополнительную стоимость примечаний, и мы добавим отель и трансферы в услуги в заявке. И завершающий тур – это мальдивы из Алматы, авиакомпаниями «Эйр-Арабида» и «Шри-Ланка Айрлайнс». Здесь также обращаем внимание, что первая и последняя ночи займет авиаперелет. В Эмиратах Тушарджи туристы могут покидать на сону, так как киза не нужна, поэтому переждать длительность стыков будет значительно легче. Подводя итог, хочу напомнить, что все туры, они просчитаны регулярными рейсами, поэтому стоимость перелета варьируется в зависимости от тарифов авиакомпаний. Таким образом, ознакомившись с данной презентацией, вы теперь знаете основную информацию для продажи мальдив. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете писать мне, мои контакты есть на сайте. Байманова Диана, скайп в нижнем продаже 745 или на почту slsobakakazino.com Я передам слово Киргене, что я познакомила вас с прекрасным отелем Holiday Inn Resort в доме Мальдивис. Спасибо за внимание. Спасибо огромное компании Казьюниан за предоставленную возможность поучаствовать в данном вебинаре. и рассказать информацию о нашем отеле. Хотелось бы начать свою презентацию с небольшого видео, чтобы вы сразу погрузились в атмосферу нашего курорта. Сейчас я вам покажу видео нашего отеля, а затем сделаем презентацию. Не получается у меня почему-то... Сейчас, секундочку. Хотелось бы для начала показать видео, а затем презентацию. Ладно, начнем тогда с презентации. Давайте посмотрим. У меня не получается загрузить презентацию. Хотела бы попросить Дианы, чтобы она загрузила, поскольку я так предполагаю, что у меня нет сейчас опции по загрузке презентации. Включить мою презентацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги, отель Holiday Inn Resort Conduma. Если будут возникать вопросы по ходу презентации, спрашивайте... Продолжение следует... Вернемся к нашему отелю. Подскажите, пожалуйста, как меня слышно-видно? Видно ли, слышно ли меня? Все слышно, замечательно. Тогда продолжим. Вот на данном слайде вы видите, получается, наш отель Holiday Inn Resort Conduma. Мы расположены в Южном Мале Атоли. И на данном слайде вы можете хорошо наблюдать вид нашего отеля с высоты птичьего полета. Можно видеть на данном слайде различные категории номеров, которые мы предлагаем нашим гостям. Наши пляжные коттеджи, двухкомнатные пляжные коттеджи и надводные виллы. Также можно по данному слайду заметить, что отель у нас достаточно хорошо озеленен. Следующий слайд. Южный Мале Атолл. Вы, наверное, все хорошо знаете, что самый ближайший аэропорт, самый ближайший аэропорт к аэропорту международному Вилане International является Мале Атолл. Мы находимся в Южном Мале Атолле. Трансфер осуществляется нашему отелю на скоростном катере. В течение 40-45 минут ваши туристы могут добраться до нашего отеля. Трансфер мы осуществляем в течение 24 часов. Данную логистику мы координируем с полетной программой международных рейсов. По расстоянию мы находимся в 35 километрах к югу от Мале Атолла. Площадь острова у нас средняя 13 гектаров. По размеру это составляет где-то 320 на 450 квадратных метров. По данному слайду предыдущему вы хорошо видели размещение наших ресепшена всех зон развлечений. Все было сосредоточено в одном месте. Я потом вам еще раз расскажу и покажу. Хотелось также отметить, что Holiday Inn Resort является брендом Intercontinental Hotel Group. В настоящее время наша сеть насчитывает более чем 5000 отелей в 100 различных странах мира. В настоящий момент мы являемся единственным отелем бренда IG на Мальдивских островах. Вы можете знать наши такие бренды, как Crown Plaza, Intercontinental, Holiday Inn, Holiday Inn Express. Все эти бренды относятся к нашей сети. Это самая большая гостиничная сеть по количеству номеров. С правой стороны вы видите слоган нашей сети. Великолепные отели, которых гости любят. Мы дорожим каждым нашим гостям, поэтому все стандарты, которые, услуги и сервис, которые мы оказываем, они соответствуют стандартам именно нашей сети. И в каждом отеле нашей сети вы найдете отличный сервис и превосходное обслуживание. Что хотелось бы также отметить, для кого подходит наш отель, кому предлагать наш курорт. Вот на данном слайде вы можете видеть, что наш отель отлично подходит для семей с детьми, поскольку у нас есть двухкомнатные номера, где мы можем размещать до шести человек, а также у нас есть большой детский клуб для маленьких детей от 4 до 12 лет. Также наш отель идеально подходит, как и в принципе направление Мальдивские острова, идеально подходит для свадебных пар, для проведения медового месяца, для проведения символической свадебной церемонии, для... можно также отметить значимое событие, юбилей свадьбы и так далее. Наш отель также идеальное место для активного отдыха, поскольку у нас на курорте работает, функционирует школа дайвинга и серфинга. Более подробно я вам расскажу далее. А также хотелось отметить четвертую категорию гостей, которых мы с удовольствием принимаем на нашем курорте, это группы и мастер-мероприятия. Мы один из единственных... мы один из немногих отелей на Мальдивских островах, у кого есть достаточное количество номеров, из-за 160 размещения группы в одном месте, а также у нас на территории отеля есть конференц-зал. Поэтому при любом запросе на интенсив-группу, майс-группу, йога-группу, либо все возможные варианты размещения группы, мы готовы предложить свои услуги. Что касается номерного фонда. Всего у нас есть 160 номеров в пяти категории. Из них только 19 вилл у нас надводные, остальные виллы у нас пляжные. Вот на следующем слайде вы можете увидеть нашу самую первую категорию номера, пляжная вилла. Пляжная вилла 48 квадратов у нас, всего 44 таких виллы. Все у нас номера оформлены из белой древесины, со знаменитым меню подушек, которое... меню подушек вы можете найти в любом отеле, Intercontinental Hotel Group. Вот. По поводу карты. Вот следующий слайд у нас карта отеля. Я к карте, наверное, вернусь попозже. Сейчас хотелось бы рассказать про номера, а потом на карте просто показать, где находятся какие номера. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Подскажите, слышно ли меня? Отлично. Если меня слышно, тогда я продолжу. Поскольку я веду наш вебинар непосредственно из острова Holiday Resort Кандума, с интернет-соединением у нас, конечно, бывают проблемы, поэтому иногда выпадаем из цивилизации, из всемирной паутины. Поэтому продолжим. На чем я закончила именно свой рассказ, пляжная вилла Beach View Villa. Хотелось рассказать, я не уверена в том, что слышали ли вы по размещению, вы можете вот видеть на данном слайде площадь номера 48 квадратных метров. В данный номер мы можем предоставлять одну дополнительную кровать или ульку для младенца. Как вы уже заметили, номер оформлен в современной дизайне из белой древесины, в бирюзовых тонах, с большими панорамными окнами, с прямым доступом на террасу. На террасе вы можете, гости ваши могут отдохнуть, насладиться чтением книг, либо расслабиться, прилечь на гамаке. Также есть интернет в номерах, он бесплатный, на всей территории отеля интернет бесплатный. Связь у нас, в принципе, как и на всех Мальдивах, не такая высокоскоростная, как в Казахстане, но тем не менее, есть связь везде. Можно связаться по интернету. Иногда бывают сбои, но не так часто. Следующий слайд, будет наша следующая категория номера, это пляжный коттедж Beach House. Она нестандартная категория номера для Мальдивских островов, потому что это коттедж, и основная зона для отдыха, бедрум, находится на втором уровне. На первом уровне находится зона для отдыха частично под открытым небом. Это одна из любимых категорий серферов наших, поскольку я вам расскажу, мы знамениты своей волной для занятий серфингом, Conduma Ride. И данная категория номера, опять нет звука, данная категория номера, она именно хорошо подходит для серферов и дайверов, поскольку на первом уровне есть специальное место для хранения серфинг-доски, специальная подставка для хранения серфинг-доски, а также есть специальный такой деревянный сундук для хранения дайвинг, серфинг-оборудования и необходимого оборудования и одежды. Есть также душ, на это все на первом уровне. На втором уровне размещена, получается, жилая зона с кроватью King Size Bed и есть также маленькая Sofa Bed, которую вы можете видеть, на которой возможно размещение детей до 4 лет, до 5 лет без предоставления дополнительной кровати. Мы предлагаем постельное белье и дети могут размещаться на данной Sofa Bed без доплаты за дополнительную кровать. Данная категория номера оснащена у нас балконом, есть номера с видом на закатную часть острова, значительная часть номеров расположена как раз на ту часть острова, где расположена волна для занятия серфингом. Далее у нас будет следующая категория номера, это семейный пляжный коттедж. Поскольку, как я уже, можно на предыдущий слайд, как я уже оговорилась, что мы семейный отель. Почему мы семейный отель? Мы вообще относимся, хотелось бы также отметить, что Holiday Inn Resort, мы относимся к категории 4 Superior. В данной категории, в категории отелей, мы один из немногих отелей, кто предлагает двухкомнатные номера. Это достаточно большой по площади номер, 142 квадратных метра. Также коттедж, двухэтажный коттедж, целый коттедж, он принадлежит одной семье, в которой мы можем разместить семьи, либо большие компании до 6 человек. Опять же, на первом уровне у нас находится зона под открытым небом, частично под открытым небом. В одной части, во второй части находится зона для отдыха с диваном, телевизором, столиком, где можно провести прекрасный вечер в кругу своей семьи, насладиться ужином, заказав час на барбекю, на пляже. Также можно насладиться просмотром фильмов, игрой с детьми. А на втором уровне размещено две комнаты. Первая комната для родителей с большой кроватью, вторая комната для детей с двумя отдельными кроватями. Каждая комната оснащена душевой кабиной, санузлом. Детский клуб, конечно, это одна из визитных карточек нашего отеля, это большой детский клуб. Далее по слайдам мы дойдем до детского клуба. Он на самом деле у нас большой, 500 квадратных метров для детей от 4 до 12 лет. Хотелось бы рассказать о следующей нашей категории, это надводная вилла. Надводная вилла у нас всего 19, 5 из которых с видом на остров, и 14 из которых с видом на Индийский океан. А также у нас есть единственная, самая высокая категория, это надводный павильон, в котором мы можем также разместить семьи до 6 человек. Единственным преимуществом данной категории является то, что мы предлагаем комнату для няни. Есть у нас зона кухни, а также надводный павильон, это полноценный двухкомнатный павильон с двумя отдельными комнатами. Это как ту-бедрум, две отдельные комнаты для взрослых и для детей. Между ними находится зона для отдыха с диваном, телевизором. Каждая наша надводная вилла, есть терраса, есть надводный гамак с лежаками, есть душ под открытым небом. Вот на данном слайде вы можете видеться на двухкомнатный надводный павильон, где вот так же, как и другие категории надводных вилл, есть у нас надводный гамак, есть лежаки. Все, что есть у нас в номерах, я уже вам оговаривала. Стандартный набор всего необходимого. Есть листовой чай, свежемолотый кофе. Также у нас есть... Подскажите, слышно, не слышно меня? Я, может быть, постараюсь... Если так, как меня сейчас слышно? Может быть, сейчас лучше меня слышно? Отлично? Всем отлично слышно? Хорошо. По тому, что у нас есть номер, хотелось отметить, что у нас есть стандартный набор того, что мы предлагаем. В номерах это листовой чай, свежемолотый кофе, а также мы предлагаем воду собственного производства. Две бутылки воды одного литра мы предлагаем в номерах. Также в номерах есть у нас меню подушек. Если кто-то из ВАХС имел возможность отдыхать в отелях Интерконтиненталь, отель Групп, не понаслышке знает, что меню подушек у каждого отеля разнообразное, мы не исключение. Мы тоже предлагаем нашим туристам различные подушки твердые, мягкие, для аллергетиков, у кого есть аллергия на пух и так далее. То есть это под запрос. Можно либо предварительно бронировать, либо гости уже на месте сами видят меню и выбирают то, что им необходимо. Также предлагается в номерах у нас халаты и тапочки. Тапочки у нас комнатные. Мы не предлагаем пляжную обувь, мы предлагаем комнатные тапочки. Также есть номер оснащен телевизором с русским каналом. В принципе, по тому, что в номерах все. Хотела спросить, есть ли у вас какие-то вопросы по номерному фонду? Возможно, что-то не было, недослышали. Возможно, все ли вы слышали про двухкомнатные номера? Поскольку рекламный тур компании «Казьюнин» и другие туристы, агенты из Казахстана, когда приезжали к нам в рекламный тур, они очень положительно и отзывались о наших двухкомнатных номерах. Хотелось бы, чтобы вы тоже поставили себе на заметку. Всего у нас шесть таких номеров. Их очень быстро у нас, они остановятся на остановку продаж, поэтому предварительно лучше бронировать, если на Новый год, либо на Урыс, либо какие-то праздники, либо какие-то чартерные рейсы, чтобы всю семью, потому что казахские семьи любят отдыхать всей семьей. И вот как раз это идеальная, мне кажется, категория номера в нашем отеле для всей большой казахской семьи. По поводу ресторанов и баров. Следующий слайд. У нас всего на курорте три ресторана и четыре бара. Конечно, презентацию вам отправим. Я отправлю презентацию Ульяне и Диане из Казьюнина, и они уже отправят непосредственно вам по базе презентацию с видео, с фото. И все специальные предложения, которые действуют сейчас на летний сезон у нас в отеле, вы можете также узнать и проверить на сайте Казьюнин. Вот. Вернемся к нашим ресторанам и барам. Основным рестораном нашим является Кантума Кафе, где проходит завтрак, обед, ужин, all-inclusive. Вообще питание у нас на завтраках, но мы предлагаем услуги, предлагаем завтраки, обеды, ужины. Питание, полный пансион, all-inclusive, а также у нас есть пакет напитков, который называется «Полная роскошь» или «Stay Spirited». Туристы, которые пронируют у нас питание на завтраках или на полупансионе, могут воспользоваться пакетом напитков «Stay Spirited», что подразумевает, данный пакет напитков включает в себя употребление алкогольных и безалкогольных напитков с 11 утра до 12 вечера в любом ресторане и баре нашего курорта. Вот. Что касается all-inclusive, all-inclusive у нас трехразовое питание с тем же пакетом напитков «Stay Spirited», трехразовое питание в Кантума Кафе. Кантума Кафе – это шведский стол. Также у нас есть два ресторана а-ля карт. Один ресторан называется «Бакура Кофе Клаб», который работает с 11 утра до 10.30 вечера, где можно заказать блюда, где можно заказать блюда, различные блюда международной кухни, можно заказать пиццу, сэндвичи, салаты, прохладительные напитки. А фирменный ресторан «За Китчен» – это наш третий ресторан, получается, а-ля карт. Он работает только по вечерам. И там, в данном ресторане, мы можем вам предложить различные блюда морских продуктов, а также японской кухни, азиатской кухни, международной. Четыре, получается, на курорте есть четыре бара. Один из них находится бар «За Лаунж», бар «Пул Сайд Бар», где можно заказать кофе, чай, мороженое, алкогольные и безалкогольные напитки. Также терраса «За Дек» – это лучшее место для просмотра закатов у нас на курорте. Работает, начинает работу в закатное время с 5.30 до 10.30 вечера. Я бы хотела переключиться на следующий слайд, чтобы вам более подробно рассказать, показать именно слайды с нашими ресторанами. Так выглядит Кандума-кафе. У нас есть зона кондиционированная внутри данного кокоса. И есть, вот вы как заметили, возможно, вы помните первый слайд, у нас вообще на территории отеля расположено 4 кокоса. Самый большой кокос и есть Кандума-кафе. Кандума-кафе у нас есть зона внутри помещения кондиционированная, а также есть зона на открытом воздухе. Кандума-кафе мы предлагаем питание, детское питание бесплатное. Для детей до 12 лет в сопровождении родителей мы предлагаем бесплатное питание до фуллборда. Если All-Inclusive, необходимо будет доплатить большую сумму за детей. Детям предлагается детское меню в Кандума-кафе. Бакура-кофе-клабе тоже предлагается детское меню отдельно. Есть меню под запрос для детей до 2 лет детского питания. Мы предлагаем стульчики. Также вы можете видеть второй кокос. Это прямо рядом с нашим Кандума-кафе расположен детский клуб. Поэтому детей во время обеда-ужина можно забирать из детского клуба и отправлять в Кандума-кафе для того, чтобы обедать или поужинать. На следующем слайде вы можете увидеть наш ресторан The Kitchen. Фирменный ресторан The Kitchen. Он был назван так не зря, поскольку все приготовления пищи происходит в присутствии туристов. И по средам у нас проходит Dime in the Kitchen. Получается, в изысканной обстановке, с видом на Индийский океан, вы и ваши туристы могут насладиться свежими продуктами ресторана The Kitchen. Вы можете выбрать лобстер тунец, и наши шеф-повара вам приготовят это на огне, и все это предоставят и просервируют лучшим образом. Также в Dime in the Kitchen у нас есть японская кухня. Именно вот эта тематическая ночь, которая проходит у нас по средам, она называется Dime in the Kitchen. Помимо всего прочего, мы еще предлагаем блюда японской кухни, а также десерты. До данного тематического... Нет, All-Inclusive. У нас питание All-Inclusive подразумевает бесплатное питание только в ресторане Кандума-кафе. Буфет в Кандума-кафе. Все тематические вечера, они за дополнительную плату. Есть у нас такая услуга, как Premium All-Inclusive, но, к сожалению, она доступна только туристам, которые уже приехали на курорт. Предварительно Premium All-Inclusive он не бронируется. Premium All-Inclusive он и подразумевает питание в ресторанах Алякарт. Что касается The Kitchen, у нас по средам до Dime in the Kitchen тематического вечера проходит кормление Baby Shark. Это маленькие акулы, которые пролывают к нашему пирсу, где дети и взрослые 5-3 на закате кормят акул. Вообще ресторан The Kitchen расположен на закатной части острова, где во время ужина, либо до ужина, можно насладиться прекрасным видом заката. Вот, на следующем слайде вы можете увидеть... Можно на следующий слайд переключиться. Вот, это наша фирменная терраса. Фирменная крыша ресторана The Kitchen является террасой Zedek. Терраса Zedek, она также закатная часть острова, работает с 5.30 до 10.30. Это идеальное место для уединения, для пар, для больших компаний, где можно насладиться, помимо вида на закат, можно насладиться алкогольными и безалкогольными напитками. Можно заказать снеки. Также данную террасу Zedek мы используем, поскольку мы являемся организовываемой мероприятия. Террасу Zedek мы используем в качестве места для организации ужинов, либо каких-то тематических мероприятий для групп. Вы можете подписаться на наши социальные каналы в Инстаграме или в Фейсбуке. Вы можете увидеть, как в прошлом году мы организовывали закрытие серфинг-сезона. Мы использовали террасу Zedek, наш конференцал Маки. Мы использовали наш серфинг-конак Кондума Райд для организации концертов. На целую неделю, в начале сентября, к нам приезжала известная рок-звезда, австралийская рок-звезда. И это достаточно было интересное, активное событие для закрытия серфинг-сезона. Все серферы собрались у нас именно в связи с закрытием сезона. Мы также можем это все приурачивать к каким-то мероприятиям по организации массе мероприятий, не только концертов. В этом году мы также планируем организацию этих же концертов. Первый концерт состоится у нас в июне, с 1 по 10 июня. А второй концерт, опять же, будет приурочен к закрытию серфинг-сезона. Он будет в сентябре. Вот данный слайд, вы можете видеть, это самая пиковая часть нашего курорта. Это, получается, топовая часть курорта находится на башне. Также закатная часть острова. На данной площадке мы чаще всего предлагаем нашим туристам организовывать частные ужины на двоих. Можно здесь организовывать фотосессии, либо мы можем организовать свадебные церемонии. Все под запрос ваших туристов. Данная башня расположена рядом буквально с рестораном The Kitchen и террасой The Deck. На первом этаже данной башни находится винная комната, где у нас мы храним вина различной выдержки. С различных стран, где наши туристы, которые забронировали ужин в ресторане The Kitchen, либо романтический ужин на крыше нашей башни, могут заказать себе вина и насладиться винами высокой выдержки в нашем курорте. Есть ли какие-то вопросы именно по питанию, по питанию, либо по ресторанам? Вопросов нет? Тогда еще раз повторюсь. Все типы питания мы предоставляем на курорте по тематическим вечерам. Многие могут подумать, что Мальдивы – скучное направление. На самом деле это не так. Для наших туристов ежедневно, каждый вечер мы организовываем тематические вечера. Как я вам уже рассказывала ранее, по средам мы организовываем Diamond The Kitchen с сопровождением диджея, с кормлением бэби-шарпов. По вторникам у нас проходят Мальдивские ночи. Мальдивские ночи – это такой тематический колорит, где музыканты танцуют танец Буду-Беру. Это традиционный танец, мальдивский танец. Это как в виде настоящего театрализованного представления. Они вытягивают туристов, кто хочет к ним присоединиться, учит их танцевать и вовлекают всех туристов в это данное мероприятие. Все это сопровождается буфетом в Кандума, кафе, также из блюд мальдивской кухни, приготовленных из ингредиентов, известных только местным жителям. Это у нас по вторникам такая тематическая ночь проходит. По субботам у нас для любителей рыбалки мы проводим рыбный рынок. Мы отправляем наших туристов опять встретить на рыбалку, ночную рыбалку. Затем, вернувшись с рыбалки, туристы могут улов, который они привезли с собой, они могут отдать его в ресторан Бакура Кофе Клаб. И мы организуем тематический вечер, как рыбный рынок. Все это в теме рыбного рынка. Выкладывается вся рыба, весь улов, который был пойман во время рыбалки. И можно полакомиться блюдами флоры и фауны Индийского океана. По понедельникам у нас проходит барбекю на западном пляже. Достаточно тоже активное мероприятие. Вообще у нас в лаунж-баре нашем работает ежедневно дуэт, живая музыка. Дважды в неделю мы проводим, приглашаем диджея. По средам и по субботам у нас работает диджей. Вот, можно мне на следующий слайд переключиться. Вот, наконец, дошли мы до нашего знаменитого детского клуба «Контукиц Клаб», который был обновлен в 2014 году. Он стал еще больше, усовершенствованный и еще лучше. Это большой кондиционированный детский клуб, 500 квадратных метров, двухуровневый. Двухуровневый получается для детей от 4 до 12 лет. Работает он с 8 утра до 8 вечера. И каждый час, каждый день у нас работают воспитатели. И есть программа для детей различных возрастов. Первый уровень детского клуба предназначен для детей от 4 до 7 лет. Второй уровень от 8 до 12 лет. Можете видеть, есть на первом уровне у нас сплэш-пул, который могут использовать также дети до 4 лет в присутствии родителей. У нас есть различные развивающие программы для детей. Из библиотека есть комната для тинейджеров с приставкой PlayStation. А также развивающие игры, такие как разукрашивание лиц, кровь и бега. Есть возможность попробовать дайвинг для детей, дайвинг в лагуне для детей от 8 лет. А также у нас, помимо того, что есть детский клуб, у нас есть территория для детей с качелями, которая находится в тенечке, где дети могут также отдохнуть и развлечься под открытым небом. Также у нас, помимо основного бассейна для взрослых, у нас есть бассейн и мини-аквапарк для детей, который расположен прямо возле детского клуба. Все это у нас координируется и сопровождается с сотрудниками, которые следят за детьми как в детском клубе, так и в бассейне. Вот вы можете видеть водные горки и водные горки, детский бассейн. Следующим преимуществом, также, как я вам уже отметила, является серфинг. Сезон для серфинга у нас с апреля по октябрь. Серфинг у нас работает школа серфинга, австралийская школа серфинга. Если есть какие-либо запросы на серфинг, все заказы в сезон серфинга мы оформляем именно через австралийских партнеров. Они организовывают выезды на другие серфинг-поинты. Наша кондума райд находится, называется волна нашей кондума райд, она находится в 50 метрах от пляжа. Также школа серферов, они организовывают йога-занятия на закате, на рассвете. Они координируют количество серферов на волне. И это все включается в пакет серфинга, который они предлагают. Я вижу, возник вопрос по поводу детского клуба. В детском клубе можно оставлять детей от 4 до 12 лет с 8 до 8 вечера. То есть в течение 12 часов наши воспитатели будут заниматься вашими детьми. Что касается детей, если дети до 4 лет, мы предоставляем услуги няни за дополнительную плату. Стоимость няни 16 долларов с учетом всех налогов за час. Мы можем предоставлять услуги няни как в детском клубе, так и вы можете заказать няню к себе в номер. На следующем слайде вы можете увидеть снорклинг. Ну, поскольку Мальдивское направление – это одно из таких направлений, когда основные развлечения проходят в воде. И одним из основных развлечений является именно плавание с масками и ластами. Поскольку Южный Мали Атолл, он немножко пострадал в связи с климатическими условиями и в связи с теплым климатом, он немножко пострадал, поэтому мы проводим восстановление рейфа нашего вокруг Атолла, в котором мы производим посадку кораллов. Это будет тоже слайд затем. Далее. Хотелось, что касается снорклинга, хотелось отметить. Мы предоставляем услугу бесплатного снорклинг-куруиза. Каждое утро для всех туристов нашего резорта абсолютно бесплатно. В 7.45 можно посетить снорклинг-куруиз. Оборудование для снорклинга мы предоставляем также бесплатно. Катамаран и Винсерфинг. Да, у нас курорт для активного отдыха. Помимо сёрклинга и дайвинга мы предоставляем услуги катамаран, где можно забронировать экскурсию путешествия на катамаране, на закате. Можно насладиться закатом, покоряя волну на катамаране, либо в Винсерфинг-волна. Что касается... Есть какие-либо вопросы? Да, по поводу йоги. Я вам уже говорила, что йога у нас организовывает дополнительную плату компании The Perfect Wave. Она проходит на рассвете и на закате. Еще следующей визитной карточкой нашего отеля является СПА. У нас на курорте работает СПА Кома Шамбала. Это известный бренд сингапурский СПА, который есть во многих странах мира. Основной косметикой Шамбала, она производством из Великобритании. Филиалы данного СПА есть в Индонезии, в Великобритании, в Сингапуре. Мы также... Что касается СПА, у нас 5 одиночных павильонов и 2 парных павильона. Данные услуги парных павильонов мы включаем в наши свадебные пакеты. И что касается именно также парных павильонов, каждый парный павильон, он имеет джакузи, частный бассейн. То есть можно насладиться не только СПА, но также провести время вместе с партнером. Далее, следующий слайд у нас... У нас на курорте работает также дайвинг-школа и дайвинг-центр Евродайверс. Почему дайвингом следует заниматься именно Холидин Резорт Кандума? Поскольку мы знамениты тем, что наш курорт очень удобно расположен во всем знаменитым местам занятия дайвингом Мали Атоли. Например, таким как Кандума Тила, это знаменитая подводная пещера. Она находится в 5 минутах езды на лодке от нашего курорта. Гурай-де-Комер также находится вблизи нашего курорта, где можно насладиться, выгрузиться, посмотреть Индийский океан. Также хотелось отметить, что компания Евродайвер на сертифицированной ПАДе. Если у вас нет сертификата ПАДе, вы можете обучиться у нас на курорте. Следующий слайд получается. Посадка кораллов. Как я вам уже и говорила, посадка кораллов. Мы это делаем для восстановления рифа. Мы садим кораллы, мы превращиваем данную посадку коралла с каким-либо значимым мероприятием, либо событием, значимая дата. Либо мы можем посадить коралл с именами туристов при, допустим, свадебной, при организации свадебной церемонии. Либо если какая-то майс-группа у нас посетила, мы можем посадить коралл с названием компании. Либо мы можем посадить коралл с датой рождения, либо с юбилеем. А также затем наш морской биолог каждые 6 месяцев отправляет отчет, как растет коралл для наших туристов. И с видео, это все в сопровождении видео, туристы довольны. Даже многие повторные туристы, они очень рады получать именно отчеты от нашего моревого биолога. Давайте тогда к следующему слайду. На группах хотелось еще раз сакцентировать внимание. На данном слайде вы можете видеть наш конференц-зал. Он называется The Makimu, где мы можем разместить группы до 180 человек. Мы можем организовать 5 различных сетапов. Мы можем организовать ресепшн, конференц, сетап. Также мы можем организовать классрум. Наш митинг, он оснащен всем необходимым оборудованием для организации масс-мероприятий. Есть экран, есть прожектор, есть необходимое оборудование. Мы также можем делать кофе-брейки как внутри данного конференц-зала, так и снаружи. Также у нас есть несколько площадок для организации гала-ужина. Вот слева на слайде вы можете видеть организацию гала-ужина на западном пляже. Мы делаем это все, опять же, возможно, в сопровождении диджея, либо сделать какое-то файер-шоу. Мы готовы рассмотреть запросы ваших туристов и сделать это, сделать мероприятие, события, незабываемые в соответствии с требованиями вашей группы. А вот на самом нижнем слайде еще раз показана терраса ЗД, где, как я уже говорила, закатная часть нашего острова, и где мы проводили концерт нашего австралийского рок-звезды, который приезжает и в этом году. Вообще у нас огромный опыт организации масс-мероприятий, работы с группами. Именно из России, из стран СМГ у нас мы принимали компанию Avon, очень много у нас принимали азиатских, известные бренды, такие как Volvo, Schwarzkopf, Toyota, Google. У нас широкий опыт работы с группами, а также у нас на острове находятся сотрудники, которые непосредственно занимаются группами, которые координируют группу от начала и до конца. Поэтому, если вы отправляете группу к нам, вы можете быть уверены, что все будет организовано наилучшим образом. Следующий слайд у нас будет о наших свадебных церемониях, которые мы организовываем на Мальдивах. Стандартный свадебный пакет, терапическая свадебная церемония. Мы предлагаем организацию. Мы это все организовываем марочку. Все это сопровождается свадебным координатором. А также это все сопровождается танцем Боду Беру и музыкой. Предлагается букет для невесты, бутонерка для жениха, торт и шампанское. А также мы предлагаем услуги фотографа. Затем мы предлагаем альбом с фотографиями и диск, либо флешку на память нашему туристу. Также в пакет входит завтрак в номере. Получается вот такая вот услуга свадебных церемоний на Мальдивах. Чаще всего, поскольку на Мальдивах свадебные церемонии, они неофициальные, чаще всего сейчас многие пары, они проводят не свадебную церемонию, а юбилей 5 лет после свадьбы, 7 лет после свадьбы, 10 лет после свадьбы. Все это запечатлено на камеру, замечательным фоном на Индейский океан, мальдивские воспоминания. Следующий слайд у нас получается о том, что, как я уже вам говорила, что у нас сейчас очень привлекательные цены. На Мальдивах сейчас у нас считается низким сезоном, поэтому это самое время для туристов, ну, получается, для туристов из Казахстана, это самое время, чтобы посетить Мальдивские острова. На май, июнь, июль у нас сейчас очень привлекательные цены, которые вы можете узнать и проверить на сайте Казюня. Также есть у нас специальное предложение до октября. Если предварительно бронировать за два месяца, будут тоже достаточно хорошие цены. Следующий слайд будет, наверное, да, еще раз напомню, что зовут меня Елена Солонко. Нахожусь я на острове. Также кроме меня находятся два русскоговорящих сотрудника. Поэтому если какие-то вопросы возникают у туристов, которые уже находятся у нас на курорте, мы можем это все решить быстро и легко, поскольку я нахожусь именно на острове. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете сдавать их, презентацию, и весь необходимый материал я отправлю сотрудникам Казюнина, и они с вами затем поделятся. Всем, кто отправил свои электронные почты в чат, с вами с ними поделятся данной презентацией. Если у вас нет вопросов, тогда я благодарю вас за внимание, за ваше время, что уделили время прослушать данную презентацию.